Всем привет! Очень часто вы меня спрашиваете под психологическими болталками по совету какую-нибудь книгу. Я не очень большой советчик, сразу вам скажу. Сегодня я приведу примеры нескольких книг, которые, может быть, будут для вас полезными, может быть, будут интересными, а может быть, кто-то их уже прочел, потому что книги, в принципе, популярны, и в интернете их найти очень легко. Так что приступим! Первая книга это Келли Уиннер «Сила воли. Руководство по исполнению». Книга очень интересная, она о силе воли. Легко она написана, очень понятна, думаю, время немного не займет ее прочтение. Благодаря этой книге вы можете вообще понять, как у вас обстоят проблемы, может быть, с силой воли, как часто вы пользуетесь, применяете в повседневной жизни, может быть, вы вообще очень слабовольный человек. Также эта книга научит вас управлять собой, воспитать в себе, так сказать, силу воли, приобрести такие навыки, то есть заняться таким самовоспитанием. Понимаете, для того, чтобы стать успешным человеком, к примеру, в бизнесе, в работе, в учебе тоже, и даже в домохозяйстве, быть успешной женщиной, к примеру, надо начать себя. И обязательно силы воли. Если у вас будет дисциплина, сила воли, это уже огромный шаг на пути к успеху. Эта книжка вас научит этому, воспитает вас качество, и просто можете, благодаря этой книге, посмотреть на себя со стороны, как вы выглядите, как вы понять, вообще проанализировать вам поможет, как вы себя ведете. Вы сможете найти проблемы, которые мешали, стопорили ваше развитие личностное, карьерный рост и тому подобное. Следующая книга называется «Как победить страх секретной методики спецслужб». Писал ее Леонард Кэмерон. Книга тоже интересная, понимаете, страхи это вообще нормально, но когда они в каких-то рамках у нас дозволенности, да, ненормально, когда какие-то фобии и страхи мешают жизни. Эта книга, в ней приведены примеры различных фобий и примеры того, как с ними бороться. Эта книга может быть интересна для общего развития, если какими-то фобиями страдают ваши знакомые либо родственники, близкие люди, кому вы хотите помочь, тоже посоветую прочитать эту книгу. И, в принципе, конечно, для тех, у кого есть фобии и страхи, которые реально мешают вам жить, с этим нужно, конечно, бороться. Это будет такой первый книг, это прочтение этой книги, это первая ступень по борьбе, да, с этим страхом. Может быть, вас чему-то это научит, но вообще, конечно, я бы советовала обратиться к психологу, если у вас действительно фобия, которая уже просто в квадрате, перерастает в какую-то манию, то, конечно, нужно обращаться к специалисту. Следующая книга, ее написал Стивен Адамс, называется «Привычки неудачников». Ну, это книга о различных привычках собранных, да, тоже пример посмотреть на себя со стороны, оценить свое поведение, что понять, что у вас стопорит, да, что не позволяет вам развиваться. Как правило, это, естественно, вы сами, это внутри вас. Какой такой червячок внутри вас сидит, который не позволяет больше достигать по работе, в примере, в карьерном росте, в саморазвитии и тому-тому всему подобному. Также там приведены примеры того, как избавляться от этих привычек. Для такого общего развития книга может быть очень интересна. Плюс еще все вот книжки, которые я вам перечисляю, они есть в аудио-варианте, поэтому, я думаю, вы можете их купить, скачать на флешку в машине, к примеру, по пути на работу, слушать вот это вот такое легкое аудио-чтиво, которое вам пригодится, для которого очень много времени не нужно, и это очень удобно, либо вы там по пути в институт, я не знаю, на работу, в наушниках, это можете с телефона, с плеера слушать, это очень удобно. И такой формат, не напрягающий мозг, который не требует слишком таких, знаете, деятельностей огромной, бурной, но на подкорочке вашей, прослушав даже, не только прочитав, у вас что-то может остаться, зацепить, и, я думаю, что наведет вас на правильные нужные мысли, для какой-то корректировки вашей жизни и для нахождения пути для вашего личного развития. В принципе, все, я просто дала вам наводки на интересные книжки, которые, может быть, для вас будут интересными, а я буду очень счастлива, если они вам чем-то помогут, наведут на правильные мысли, либо просто помогут вам скоротать время и будут интересны для общего развития. Скоро увидимся, обнимаю, целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok